мы на прогулке сычулей там вороны едят какое-то животное не знаю она смотрит а я знаете что увидела цементный столб дырочка вот вам почему-то в телефоне не видно дырочка сквозная показывает это дырочка вот для чего наверху нет сквозная притом наверное доставка была когда сочи мы не пойдем туда смотреть это природное явление сильные поедают слабых пойдем как милая пойдем ночь у нас была прохладная сейчас опять тепло уже 12 часов дня я работаю но не стала утром я вставать стала вставать 12 за два часа до работы чтобы успеть погулять данилка на выходном спит отсыпается тоже он же работал много часов после урагана послушаю на ютюбе не все рассказывают своих мужьях ну есть рассказывают как-то к намеками да мой дырел он такой чудаковатый и в армии служил за 23 года он один раз меня только вот обидел тем что когда собачницей сильно увлекся который не закрывался которая без ума была от его шуток и грубо мне ответил типа если тебя ты не устраивает разводись разведемся вот этим он хотел меня остановить чтобы я на него не наезжала потом уже бегал раскидывал руки чтобы обнять меня сам испугался что сказал это и вот знаете за всю жизнь в принципе ни разу меня морально вот он не обидел да у него бывают шутки там коммунистка там и матерные слова для для прикола повторяет ну чтобы вот он действительно меня как-то обидел все таки я не знаю богатых свои причуды наверное так как мы оба работаем на равных конечно нам всем всегда женщинам хочется еще чего-то лучшего не нужно наверное а хотелось бы как всем женщинам еще лучше то я сразу начинаю на себя смотреть а что ты себя представляешь чтобы привлечь внешностью или данными внутренним что-то лучшее поэтому или или деньгами поэтому знаете я считаю что мне повезло в плане того что мы на одном уровне с данилом материальным каким-то моральным он очень данил старых таких взглядов кто смотрел последний прямой еще там много чего высказал сколько у нас было друзей были немного но были и были такие которые как же называется парами любят меняться дружить и меняться я не знаю сейчас это популярно или нет но было а я такая не понимала этого мне потом уже когда мы перестали дружить объясняла что был такой намек постоянный все это знаете заглядывая слушаю иногда на ютюбе какие-то истерические злобные всплески мужей да дэниел бывает тоже конечно как и я и тихо не вот но это как то знаете без оскорблений без нотаций без унижений чисто как больше знаете как детское такое типа отстань и спи иди займись чем-нибудь другим вот такое знаете и все мы вот приняли с ним друг друга такие какие мы есть и слава богу давление никогда не было ни морального ни физического плане того что я обязана что-то изображать себя секс-бомбу ли еще что-то все естественно все как-то знаете просто в этом плане я очень довольна хотя знаю что чаще всего женщины в любой стране выполняет свои супружеские обязанности не считаясь со своими желаниями как это знаете ну очень часто в основном всегда наверное мужчин такое есть чтобы они их не забыли тоже пытается напомнить о себе сексуальном плане но я считаю что не надо вот это с кожи вылазиме доказывать друг другу желание если его нет надо просто жить как партнеры по жизни если проходит какое-то уже влечение хочу с кожи вылазить доказывать себе и кому-то что-то еще хохохох смешно это я не про кого-то и пример у меня очень дальнейшний свингеры свингеры называется и многие вы знаете пары именно познакомились на свингерских вечеринках фичуля мои купания в холодного день что-то немножко меня видите все равно заложила здесь это очень распространено было по крайней мере сейчас не знаю где молодежи некоторые буду указывать пальцем возникнулись на таких встречах и устроили свою счастливую жизнь поэтому каждый живет как может как получается самое главное что осуждать нет смысла все хотят счастья все хотят любви все хотят внимания как говорится и самое главное с годами мы меняемся меняемся и не в лучшую сторону это бы совместная жизнь это очень долгий труд как-то просто но я вот сравниваю иногда себя с другими вот я имею ввиду американскими встречами мало кто рассказывает но тем не менее проскальзывает иногда то в заголовках то в высказываниях я думаю боже мой так как мне повезли с Данилкой-то мне никогда такого не было особо на первые годы он вообще порхал около меня как Карлсон с вертолетом на спине вообще не дышал и сейчас он всегда старается пойдет в магазин купить то что я не покупаю себе фрукты знают что люблю мороженое ну вот вроде не нужно это я ругаюсь но потом ем а он радуется он радуется что ты купил что-то мне вкусненькое чтобы хвастаться вроде нечем но и жаловаться не на что жаловаться не на что все-таки в этом плане даже в сравнении в сравнении вот с русскими мужчинами которые считают что женщина в доме должна и то и все и третье и десятое делать здесь такого вот по крайней мере в нашем браке вообще нет вообще сам себе готовит если что-то хочет никогда не ради шутки может эту жареную картошку вспоминать но я даже ее не делаю нафига нам нужна нам жареная картошка мы ее ели от того что больше есть было нечего на картошке и выжили на жареной поэтому она меня не вдохновляет ни вкусом ни готовкой не знаю такая сумбурная речь не хочу конкретно ссылаться какое видео вызвало у меня такое желание рассказаться но послушал видео и думаю боже мой как я легко живу в этом плане делаю что хочу сплю сколько хочу еще и мало видимо Данилка все время мне иди ложись спи у тебя работа тяжелая иди ложись понимаете я говорю надо убраться что к нам комиссия придет или друзья которых нет что из кожи говорит вылазит будет желание тогда и уберемся пока мы стараемся только конечно как большинство просто работать пока есть силы платить счета да скажут жизни нет может быть все познается в сравнении может быть если бы нам не нужно было работать наверное мы бы придумали себе все равно какое-то развлечение в жизни но так чтобы скучали мы о каком-то развлечении мы все попробовали понемногу и вот такого знаете желания в Дисней мы не вылазили из Диснея брали годовые билеты и ходили по выходным по утрам на Багамы ездили с компанией друзей в Лас-Вегасе были играли на каньонах были много конечно чего мы еще но вот Дэниел конечно он больше видел он же во всех странах был Маринкорд служил поэтому в Японии и в Корее не знаю где только он не был ну конечно не как турист как военный по заданию по заданию чаще всего это было конечно задание свободная Америка да 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 уничтожали как он как-то мне высказался уничтожали наркотические наркодилеров убивали и наркотические всякие плантации слаборазвитые страны там как-то ну сказал мы их такую вот историю однажды скидывали на вертолете вот это и наделился на вертолете снова вертолет возвращался и их забирал его одного и двух чаще всего в одиночку работали много чего скрыто поэтому старых ветеранов особенно которые занимались этой фигурой их не чествуют и стараются забыть уже мало кто в живых остался Данилка мне видите молодец скрипит но очень волевой никогда не позвонит на работу что не может работать плохо чувствует никогда кое-как наша прация идет на работу этот сосед два дня мы встречались с ним в Сочи гладил сегодня спит еще вон сосед поливается тоже всегда здороваться более такой замкнутый я не знаю как с